Издательство Эксмо. Анджела Картер. Любовь. Читает Элнара Салимова. Однажды Эннабелл увидела в небе сразу солнце и луну. От этого зрелища ей стало так жутко, что ужас поглотил её полностью и не отпускал, пока ночь не завершилась катастрофой. Ведь инстинкта самосохранения у Эннабелл не было, когда перед нею вставали двусмысленности. Случилось такое, когда она шла домой через парк. В системе соответствий, какими она толковала мир вокруг себя, парк этот имел особое значение. И она ходила по его заросшим тропинкам с боязливым удовольствием. Особенно зимой, когда свет порой бывал жёлтым, тоскловатым, деревья голыми. А солнце на закате окаймляло ветви холодным огнём. Садовник XVIII века разбил парк так, чтобы тот окружал особняк, который давным-давно снесли. И некогда гармоничная искусственная чищоба, беспорядочно взъерошенная временем, теперь расползлась своими зелёными зарослями по всему уступу высокой горки, от которой рукой подать до оживлённой дороги, проходившей мимо городских доков. От прежнего особняка осталось лишь несколько архитектурных придатков. Ныне — собственность городского музея. Конюшня, явно выстроенная когда-то по эскизам миниатюрного Парфенона, — жилище скорее для гуи-гнгнов, чем для нормальных лошадей. Ни один конь больше не вступит в портик с колоннами. Особенно зрелищный при полной луне — элемент чистой декорации. Центр композиции зелёных насаждений на южном склоне, куда Эннабелл забредала редко. Безмятежность ей быстро наскучивала, а средиземноморский колорит этого участка не возбуждал. Она предпочитала готический север, где в деревьях таилась, авитое плющом, башня со стрельчатыми окошками в свинцовых переплётах. Оба этих причудливых каприза архитектуры держали под замком, опасаясь вандализма. Но одно их присутствие играло предназначенную роль. Парк оставался тщательно продуманным театром, где романтическое воображение может разыгрывать любые спектакли, какие только впишутся в декорации классической гармонии или старомодной зауме. К тому же волшебную странность парка усиливало странное безмолвие. Шаги по высокой траве звучали мягко, птицы почти не пели. Однако окрест расползался бурливый город. И как бы ни глушились его шумы, тишина здесь казалась неестественно призрачной, будто парк затаил дыхание. Сюда вели только одни ворота, всё ещё внушительные на вид, массивные, чугунные, украшенные херувимами, звериными масками, стилизованными рептилиями и пиками, с которых давно слезла позолота. Но ворота эти никогда толком не открывались и не закрывались. Створки висели слегка приотворёнными, поникнув от старости на петлях. Никакой цели они не служили, ибо все ограды кругом давно исчезли, и бродить по парку можно было совершенно свободно и легко. Он размещался на такой возвышенности, что, казалось, парил в воздухе над огромным туманным макетом города. И те, кто в него забредал, остро чувствовали свою наготу пред ликом стихии. Временами казалось, что парк пригоден лишь для игрищ ветров, а порой, что он лишь сточная канава всем дождям, какие только способна вылить на землю небо. Эннабелл шла через парк именно в сезон пронизывающих ветров и мертвенной погоды. В ранних зимних сумерках. И вдруг ни с того ни с сего посмотрела на небо. Справа от себя она увидела на склоне, залитый солнцем, район террасных домов и полукружий переулков, где жила сама. А слева, над шпилями и небоскрёбами городского центра, в расселении абсолютной ночи, недвижно висела луна. Хотя одно светило садилось, а другое восходило, и солнце и луна сияли так ярко, что сами небеса разделились на два отрицающих друг друга состояния. Эннабелл не могла отвести глаз от этой высоты. Её ужаснул такой кошмарный бунт против привычного. Ничто в её мифологии не умело разрешить для неё этот конфликт. И она мгновенно ощутила себя беспомощным шарниром Вселенной. Точно солнце, луна, звёзды и все воинства небесные вращались вокруг неё, своей безвольной оси. Она кинулась прочь с тропинки в высокую траву, ища от небес укрытия. Брошенная на растерзание стихием, она металась и петляла. Все движения её были столь изменчивы, будто её несло капризными ревущими ветрами. Её краски стали столь неясными, их так перемешало наступавшими сумерками, что и сама она оказалась лишь излучением этого места или времени года. На гребне горки она воздела руки, словно яростно сдавалась, и, рухнув с тропинки вбок, забилась в заросли утёсника, где некоторое время лежала постановая, не в силах перевести дух. Ветер запутал в колючках отбившиеся пряди волос, подкрепив тем самым её наитие. Нельзя сдвигаться с места не найдю им, пока ужасный двусмысленный час не растворится в ночи целиком и полностью. Там она и осталась. Обезумевшая девушка. Распластанная по шипастому кусту, трепеща от ужаса. Переживая муку, что часто навещала её, даже когда она среди ночи теснее прижималась к светлому телу своего молодого мужа. Тот спал рядом и ведать не ведал о её снах, хоть и был мальчиком красивым, и кто угодно мог считать, что он в полной мере заслуживает усилий любви. Она же мучилась ночными кошмарами, пересказывать которые ему было слишком жутко, ещё и потому, что главным действующим лицом в них часто выступал он сам, во множестве отвратительных ночных обличий. Иногда и днём она замирала перед каким-нибудь знакомым предметом, ибо тот, казалось, только что стал самим собой, лишь за миг до того изобразив по собственной прихоти нечто диковинное. Имелось у неё это свойство — менять внешний облик реального мира. Такую цену платят те, кто смотрит на него слишком уж субъективно. Всё, что постигала Эннабелл своими чувствами, воспринималось лишь как объекты для экспрессионистской интерпретации. И в повседневных вещах она видела мир мифических жутких форм, существование которых была убеждена, но никогда ни с кем о них не заговаривала. Да и вообще не подозревала, что будничная, чувственная людская практика может формировать реальный мир. Когда же она обнаружила, что такое возможно, для неё это стало началом конца. Ибо откуда ей было взять понятие обыденного? Деверь однажды преподнёс ей набор порнографических открыток. Эннабелла рассеянно приняла подарок, даже не оказав деверю чести задуматься о сложных мотивах такого подношения. И одно за другой рассмотрела картинки с каким-то отстранённым любопытством. Угрюмая размалёванная девица, основное действующее лицо, туловище и ноги затянуты в чёрную кожу, промежность оголена. Безразлично торящилась в объектив, словно говоря, «Какая мне разница, что мне в каждую дырку тела чего-то напихали?» Своим непристойным делом она занималась без наслаждения и без отвращения. Скорее, с абстрактной точностью геометра. Так что все эти ничем не приукрашенные сочетания гениталий, сама противоположность эротики, выглядели холодными, как Россия в глухую морозную ночь, и могли только оскорблять. Эти безразличные аранжировки причудливо перекрещённых линий успокоили и ободрили Эннабелл. Она поняла, что картинки говорят правду. Самой ей хотелось от жизни только вялого, белого и бездвижного лица, похожего на лицо шлюхи с фотографий, чтобы сама она за ним могла жить спокойно. Эннабелл слишком часто приходила в ужас от того, что изображения вокруг начинали вдруг шевелиться, как она считала по собственной воле, а она не могла ими управлять. Потому фотографии эти стали картами в её личной колоде Таро и означали любовь. Дожидаясь заката, она могла волю освежать и приукрашивать свой первоначальный ужас. И в конце концов её охватила убеждённость. Именно сегодня вечером закат не растает, а навеки завязнет над горизонтом. Ей же придётся остаться пригвождённой к склону. Когда такое случалось, она думала о своём муже. Вот где безопасное место для неё. Хотя, оставаясь с ним лицом к лицу, не умела рассказать ему о своих страхах. Ибо единственным посредником между её внутренним опытом и обыденным был его брат. И на сей раз он спас её, и она начала доверять ему чуточку больше. Но когда она впервые увидела паренька, ставшего её деверем, он перепугал её больше, чем что бы то ни было в жизни до тех пор. Ещё до свадьбы, когда она просто жила с Ли, в то время студентом, одним февральским днём, Ли пришёл домой с лекцией и обнаружил, что из Северной Африки неожиданно вернулся его брат. Пришелец сидел на полу перпендикулярно стене, уйдя в складки чёрной тунисской накидки с капюшоном, скрывавшей всё его тело, кроме длинных пальцев, которыми он тревожно барабанил по колену. В такой же позе в другом углу комнаты, занавесив лицо волосами, сидела Эннабел. В комнате висел дух взаимного недоверия. Ли бросил на пол сетку с продуктами и принялся ворошить умировший огонь в камине. «Привет, Алёша», — сказал Бас. Ли опустился перед ним на колени, обнял и поцеловал. «У меня есть доза», — отчётливо и точно вымолвил Бас. «Есть хочешь?» Бас мягко проследовал за Ли в кухоньку и, обхватив его со спины, сдавил основание горла кончиками пальцев. Ли обмяк. «Мне она не нравится», — сказал Бас и отпустил брата. Когда Ли снова смог говорить, он произнёс. «Попробуй ещё раз на мне эти свои приёмчики, блять, и я тебе о стенку приложу». «Дурные», — с усилием вымолвил Бас. «Флюиды». Ли пожал плечами и разбил яйцо в сковородку с нагревшимся маслом. «Но мне она не нравится», — по-детски капризно взвыл Бас. Стараясь спрятаться, он запахнулся в накидку. «А ты её шворишь, правда? Всю ночь ей ввинчиваешь». Ли пригрозил ему кухонным ножом, и он отстал, хныча, поскольку ножи — его любимое оружие. Всегда производили на него огромное впечатление, если ими в него тыкали. Он по собачьи съёжился на полу перед тарелкой, накрывшись чёрной накидкой, как палаткой. А Эннабелл осталась сидеть, где они её оставили, в темноте. «Это мой брат», — благодушно сказал Ли. «Что с ним?» «Гонорея». «Чего-чего?» «Венерическое заболевание», — пояснил Ли. «А кроме того?» «Он урод!» Несколько минут она, похоже, размышляла над этим. Потом произнесла. «Иди сюда». Она обняла Ли с таким неожиданным пылом, что его пробило дрожью, и он залепетал её имя и принялся гладить руками её тело. Когда они завалились на пол, в комнате вспыхнул свет, и на них упала тень база. «Ангела-мстители», ибо он воздел руки так, что складки-накидки стали похожи на крылья. Не разбирая, где кто, он накинулся на них обоих, и, застав Ли врасплох, вскоре успешно одолел его. Приняв традиционную позу победителя, уперев колено Ли в живот, он прорычал. «Но если я тебя ещё когда-нибудь за этим застану?» Однако время шло, и Бас с Эннабелл превратились в каком-то смысле в соучастников. А затем и вовсе перестали включать Ли в свои замыслы. Он не понимал ни его, ни её, хотя любил обоих. Бас никогда не выходил без фотоаппарата. В тот январский вечер, когда обнаружил её на склоне, едва приметив её знакомое угловатое тело, вытянувшееся под кустом в странном свете, он успел сделать несколько снимков без её воли. Затем встал перед нею на колени, не произнося ни слова, пока не осталось ничего, кроме честного лунного света. И только после этого отвёл её домой. В квартирку на Викторианской площади, где они жили втроём. Она стояла на тёмном крыльце, нашаривая ключ озябшими пальцами, ещё не гибкими от страха. И те всё время путались в сумке, где также лежали её альбомы для набросков и ещё кое-что. Оловянный солдатик, три тюбика белой гуаши и шоколадный батончик, который она в тот день украла в столовой. В сумку залез бас, нашёл ключ, забрал батончик, поцеловал её в щёку и сбежал, потому что в тот вечер созывал в квартире вечеринку, и ему ещё нужно было готовиться. Ему нравилось устраивать вечеринки, ибо он постоянно надеялся, что если в одном месте пересекается столько людей, непременно должно произойти что-нибудь ужасное. Как обычно, пребывал он в подавляемом нервическом возбуждении. У них в комнате Ли валялся лицом вниз на ковре перед камином. Наверное, спал. Стены вокруг него были выкрашены в тёмно-зелёный цвет, и на этом фоне выделялись обычные тоскливые атрибуты романтизма. Лесные пейзажи, джунгли и руины, населённые гориллами, деревья со зверьём на ветках, крылатые мужчины с поросечьими мордами и женщины с черепами вместо голов. Громадная кровать из тусклой, поскольку редко чистившейся, латуни, застеленная узорчатым покрывалом из индийского хлопка, занимала всю середину комнаты. Просторной и высокой. Но в ней размещалось так много громоздкой тёмной мебели, кресел, диванов, книжных шкафов, буфетов, круглый стол красного дерева, застеленный алой плюшевой скатертью с бахромой, ширма, облепленная побуревшими от времени вырезками, что по комнате приходилось перемещаться очень осторожно, дабы не ушибиться. На окнах висели тяжёлые бархатные шторы, стоило их задеть и поднимались клубы голубоватой пыли. Пыльный налёт покрывал и всё остальное. На каминной доске среди всякого беспорядочного вздора, заводных игрушек, разнообразных камешков, пузырьков и баночек, лежал конский череп. Вся эта разномастная коллекция оказалась пульсировала немой, непостижимой символической жизнью. Всё, что Эннабелл притягивала к себе, вызывала у неё в уме какие-то соответствия и потому служила осязаемыми уликами её секретов. А вся комната говорила о герметической духовной алчности. По-своему, Эннабелл была сквалыгой. В этой гнетущей комнате Ли казался неуместен, словно пастушок в берлоге ведьмы, ибо ему всегда сопутствовало крестьянское или деревенское дуновение свежего воздуха. Он лежал на ковре и водил пальцем по вытертой основе. Эннабелл вошла почти беззвучно, но он услышал и поднял голову. Глаза у него были яснейшей, прекраснейшей, насыщеннейшей синевы, но их постоянно окружало красноватое воспаление. Он протянул руку и поймал ее за одну босую ногу. Обе заляпаны мокрой землей со склона. Опять по могилам бродила. Он никогда не воспринимал этой ее запредельности всерьез. Смотри, голубушка, так и самой помереть недолго. Эннабелл впустила сквозняк, и местная вечерняя газета разлетелась на отдельные листы. Ли перехватил один и показал на смазанную фотографию. Джоэн. Джоэн Дэвис. Учится в моем классе. Я ее учитель. Боже, милостивый, ну как за такое оценки ставить? На жизнь он зарабатывал преподаванием в школе, общеобразовательной. Ученицей его оказалась пышная блондинка в купальном костюме, и через всю ее грудь стянулась лента, на которой сообщалось, что она победила в каком-то мелком конкурсе красоты. Блондинка обнажала зубы в улыбке столь же блистательно искусственной, как у акробатов. «У нее нет тяги к знаниям», сказал Ли. «16 лет. Я для нее старик. Я для нее мистер Коллинз и даже иногда сэр». Ему самому исполнилось 24. Много настолько, чтобы это его печалило. Однако Эннабелл безразлично поврошила газету босыми пальцами. Ее еще до того переполнял ужас парка, что она едва могла думать о чем-то другом и приходилось тщательно репетировать про себя даже самую простую фразу. И только после этого она спросила, готов ли ужин. Так, чтобы дрожь в голосе не выдала ее смятение. Ли кивнул и отказался от попыток просто поболтать с нею. Они вообще мало разговаривали друг с дружкой. Она уклонилась от его объятья и прошлепала на кухню проверить, что он приготовил. Вдруг в кастрюльке змеи и пауки. Али тем временем поднялся с ковра и нашарил в ящике громадного буфета, украшенного маленькими резными львиными головами с латунными кольцами в носах, ее антикварную кружевную скатерть. Он не слышал, как она снова вошла в комнату, но увидел, что она вдруг материализовалась в пыльной поверхности буфетного зеркала, слегка покоробленного, отчего лицо ее словно бы отражалось в воде. В кухне все оказалось как должно, и она одарила Ли улыбкой такой неожиданной сладости, что он обернулся, стиснул Эннабелл в объятиях и зарылся лицом ей в волосы. Потому что у него был роман с другой женщиной, чего можно было только ожидать. «Чем ты сегодня занималась, любимая?» — рисовала натурщика, безразлично ответила Эннабелл. Ее очевидное безразличие к миру за пределами своего непосредственного восприятия перестало задевать Ли, но не уставало изумлять. Сам он всегда старался быть счастлив, как только мог. Они жили вместе уже три года, но по-прежнему, оставаясь с Эннабелл, Ли чувствовал себя одиноким исследователем в неведомой стране и без карты. Настоящие путешественники редко улыбаются. То, что им пришлось пережить, навсегда стирает улыбки с их лиц. Пока что Ли не был готов влиться в их избранное аристократическое общество, хотя уже сильно изменился по сравнению с тем, каким был раньше. И его изумительная улыбка вспыхивала гораздо реже, чем в те дни, когда они с Эннабелл еще не были знакомы. Ибо тогда он был совершенно свободен. Свобода эта стала результатом необычного стечения обстоятельств. Не сам Ли, не его брат не несли по жизни те имена, с какими родились. Ли перенес три смены имени от Майкла к Леону и затем к тому, которое выбрал сам, уменьшительному, заимствованному из какого-то ныне забытого вестерна, который посмотрел в киношке одним субботним утром. Ли инодменно сохранил его, став взрослым, раз не стыдился собственного романтизма. Тетка, воспитавшая обоих мальчиков, поменяла его имя на Леон в честь Троцкого. Замечательная женщина, повариха, профсоюзная, уполномоченная. Она, не покладая рук, трудилась, чтобы вырастить мальчишек, и смогла внушить им чувство собственного достоинства и некую суровую требовательность, которые они, повзрослев, проявляли в достаточной мере каждый по-своему, хотя совсем не так, как одобрила бы тетка. Бас же переименовал себя сам. Когда ему было четыре года, он выбрал этот таинственный слог из титров телевизионного мультика, а потом всегда настаивал, чтобы его называли только так и никак иначе, без фамилии, без ничего. Ни на какие другие имена не отзывался, а потому кличка вскоре прилипла к нему навсегда. Он говорил, что любит это слово, потому что оно долго висит в воздухе после того, как он уходит. Однако Ли подозревал, что ему просто нравится доставать всех этим звуком. Их первую фамилию тетка поменяла на свою односторонним обязательством, после того, как их мать, ее сестра, лишилась своего общественного лица настолько зрелищным манером, что стала легендой в том районе, где они жили. на день империи, в начальной школе, где учился Ли, организовали утренник, вывешивали флаги, показывали патриотические живые картины и танцевали народные танцы. Праздник достиг кульминации, когда группа избранных малышей в парадных костюмчиках выстроилась на игровой площадке. На шее у каждого висела на тесемке карточка с буквой. И вся шеренга гласила «Поступай правильно, ибо так правильно!» Такой кантианский императив был девизом школы. В тот ветреный июньский день на шестилетнем Ли висела буква «С». Когда его мать, Нагая, и вся разукрашенная каббалистическими знаками, ворвалась на запруженную народом игровую площадку и рухнула на асфальт прямо перед ним, корчись и рыдая. Достигнув сознательного возраста и усвоив теткино достоинство, Ли радовался, что мать свихнулась элегантно. Намерения ее были совершенно ясны, а поведение невозможно было объяснить иначе, как началом живописного психоза в лучших импозантных традициях бедломитов прежних времен. К безумию она пришла ни по задворкам, неврозов, как не позволила медленно окутать себя ночи безмолвия и тьмы. Нет, она избрала главную магистраль, оперно сорвав с себя одежды и возопив во всеуслышание. «Я вавилонская блудница». Субтитры создавал DimaTorzok